вам щас будет предложена маска вы ее будете не уходить если вы отказываетесь покинуть здание суда не уходить надеть маску покиньте здание ну глед ничего не подставляет ей бога сходите приходить сюда распоряжение по указанию судья покинул по правилам указанию судьи я вам указанием судебного пристава вы обязаны покинуть или осталось указание судьи я покинул вызывай сотрудников полиции все правильно я пришел на судебное заседание я не могу без указания суда покинуть чтоб меня не обвинили что я не явился в суд без проблем как судья вынесет определением не покинуть и обязательно это сделаю поэтому не надо мне принуждать и понты вот эти вот глаза в глаза мне не надо ты снилось здесь хоть со мной поговорить пожалуйста не в рабочее время эти объясню да и переживали да да потом мало о чем плохо мне плохо мало может плохо станет но у меня селенки хватит любую гниду давить былыми руками растительностью селенки вырвать у кого-то селезенку селедки такси селедки селедки потушил сюда хочу такой синий агрессивный ты меня не переходить а чё с тобой на ты нельзя почему это особенный вас много здесь до вас правильно ты говорил два права ска про всех ты в себе вас убить тогда салата или сколько лет орел так вот положительно разговаривать со мной как минимум со мной да я думаю что я почти два раз старше тебя здравствуйте мама и владимир владимирович нахожусь в здании суда на входе значит у меня судебное заседание сегодня по уголовному делу судебные приставы меня не пропускает уже одна минута скажем так того момента как я должен находиться в судебном заседании никаких определений октябрьский суд на ленина все четыре ленин все четыре я соответственно стою возле этой рамки металлоискатели меня не пропускают судебное заседание скажем так может сейчас начаться без меня понятно что она не состоится у меня есть основания подозревать что сейчас идет провокация в мой адрес пытаются сфабриковать помещение меня под стражу связи с неявкой то есть меня искусственно хотят выгнать и суда и потом обвинить как это было в прошлый раз якобы я не явился прошла была такая ситуация ну естественно я говорю я маску не одену более того согласно правил суда ношение маски не является точнее ношение маски не является поводом меня не пускать я готов померить температуру и так далее спасибо большое антон приветствую смотрите такая ситуация я вот только сейчас узнал от своего защитника по назначению это как раз вопрос был раньше и сейчас они провоцируют то же самое я пришел суд суд меня не пропускают скорее всего хотят сфабриковать мою неявку суд и посадить меня под стражу хотя это понятно что ничего это не поменяет даже находясь под стражей все равно приду буду участвовать суде без маски то сидит идет понимаете это сумасшедшее злоупотребление просто меня всеми путями быть в это понуждают незаконно к тому чтоб я надел этот наморник вот как не быть я соответственно вызвал полицию нет так вы понимаете что приставы они сошки они никто они дали указания идет наглая грубая провокация для того чтобы меня все таки публично унизить одеть этот наморник нет я не пойду на это принципиально не пойду вот будут меня убивать когда вот я буду без сознания тогда у них получится одеть других у них пути просто нету я просто ну так я такими буду ей только я один такой я просто вынужден естественно дожидаться когда выйдет мой защитник я никуда час не пойду дожду снаряда полиции так в том-то и дело что они как бы чередуют то то я присутствую на суде без маски то не присутствуют здесь идут на какой-то принцип я понимаю что не хотят дело все-таки без меня рассмотреть потому что прошлый раз приходили свидетели сейчас пришли свидетели но я так понимаю может там какие-то допросы устраивать я вообще не владею ситуации потому что мой защитник вообще не не ставит ни в какой ни в какую известность он как понимать как штаны наложил сразу же убежал игры побудь здесь сейчас у меня тут нарушение моих прав мне в суд не пускает все сбежал кажется что он есть что его нет лучше его конечно не было просто да ставлю вас в известность что они могут меня закрыть ну и дальше и дальше издеваться дальше но я не могу скажем так вы должна быть ну я не по своей воле не могу пройти понимать мечосу приставим драться что ли но это мне кажется любой человек понимает что данный момент это злоупотребление с их стороны ну просто ставлю вас в известность если там пропаду куда-то там на какое-то время курсе были якобы объявление написал у себя на странице что люди знали что если пропаду значит понятно где я могу находиться в местах не столь отдаленных без суда и следствия за две пачки просроченного творога которые были куплены планка просто позвонил чтобы были в курсе да но что что это дает нужно закроет они дальше что что от этого изменится от того что они меня закроют это называется уже сейчас издевательство над человеком пытки это это все что угодно можно как угодно называть что прямо запрещено нормами углу курсуального законодательства они на данный момент сейчас надо мной издеваются да это тогда не суд это преступное сообщество понимаете это но я не знаю что это такое понимаете если это был какой-нибудь гражданский процесс я бы плюнул бы на них развернулся да и ушел понимаете но тут пытается меня судить обвинять в том чего я не совершал сам факт о том что год ведут расследование при наличии видеозаписи непрерывных с разных сторон я понимаете я принципиально не могу и одеть это это скажем так ну потом возникнет у них вопрос а почему и тогда в магазине меня просто такой не принципиальный то то а то оденешь трусы то снимешь понимаешь ну что они хотят от меня что они от меня хотят до сих пор за полтора года не поняли что я не одену маску ни при каких обстоятельствах ну давайте убивать меня сразу ну так проще просто будет зачем этот зоопарк с этим судом устраивать это вообще для кого это все нужно давайте честно уже признаемся что кажется все кто без маски те 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 преступники плевать на законов что законов нету все по своим понятиям будем судить не подчинился все к стенке тогда это будет по-честному тогда я сейчас пойду в лес я не знаю там возьму там какие-то средства самообороны или либо уже не самообороны партизаны пойду плаников да я смотрю там у вас тоже да хорошо ланька давай а роман приветствую смотрите такая ситуация если я сегодня не выйду скажем так на связь значит меня закрыли и скорее всего закрыли на очень долго значит ну как бы ситуация такая но все-таки уже идут на то что сами судьи хотят меня принудить чтоб я делал это все-таки на море не понимаете хотят сфабриковать мою якобы неявку суп я нахожусь в суде приставы мне не пропускают соответственно они хотят оказывать на меня тогда далее поэтому говорю я собственно заранее сразу припрыгнул звоню да все не все нормально да 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 я постараюсь конечно если вдруг все нормально будет я отзвоню все скажу что я я на свободу если если нет значит ну к сожалению я не я буду драться до последнего и сильно надо будет что-то более жесткая пойду на все все спасибо мисс привет короче смотри что все так сердце такая мне нужен будет человек скорее всего будут на меня сейчас фабриковать так причину эффективную чтобы посадить меня под стражу ну короче всеми путями хотят меня принудить чтоб я надел этот намордник соответственно мне надо будет передать ну кому-то вот то что сейчас происходит ведется у меня записи соответственно вот и соответственно все это дело обнародовать я нахожусь в суде будут дожидаться пока вынесли защитник пока он все это дело цирк когда закончится вот ну короче какие-то действия должны последовать это ну на входе в здание суда я вызвал наряд полиции как-то надо этот вопрос решать потому что ну естественно козлов козлом отпущение будут приставы пока судья ним в не вынесет определение о том что меня не пускать как это сделала хуторцево но хуторцево прокололась вот это судья решила так сказать побеспредельничать находясь в кабинете ки все хорошо октябрьские районы суд ленина 54 давай на моем месте можете и вы казаться ваши близкие родные то есть как они хотят меня через колено переломать понимаете я ваш полицию понял так это не только моя позиция позиции понимаете как минимум очень много таких людей которые не хотят себе на лоб ставить это те кор коды экспериментальные вакцины колоть намордники носить а вас будут принуждать вот если меня сломают или убьют как вот сейчас недавно убили эту белову клаву по моему так было держать все она умерла все залечили то есть если если я попаду в больницу все и считайте что я уже оттуда не вернусь или в изоляторах это попадут естественно будет там ломать это вижу понятно сломает если не вернусь значит считайте что погиб за отказ надеть намордник вот этот молодой ваш напарик мы по нему видно он этот как как скажем так садись извращение он хочет это понимаете он кайфует от этого он смело только так а поверьте он когда сейчас когда изменится то все он будет перебиваться перебиваться самый первый судебный пристав почему маска все у нас ползает смешно вот вы самого коллеги не делать его сейчас девушка прошла минут девушка прошла вас не беседу с ней беседу видели что не маска вообще опущена не но это маска для чего это что ты такой серьезный общаться невозможно вы же понимаете что вот этот зоопарк это все зоопарк мы мы цивилизованные люди зачем мы в этом участвует зачем вот эти не знаю символом покорности себе надевая да я я изменю я и другие такие как я а вы сидите блеете дальше вы мало достаточно достаточно таких и что теперь быть баранами по жизни детей чтобы баранами были есть дети нет я не хочу у меня тоже есть дети я не хочу чтобы мои дети жили вот в этом говне вы все своими руками это делаете все нету ни одного нормативного документа заставляющего этого делать вам даже лень почитать правила на которую у вас он так на стенде висят вы просто выполняете приказы непонятно кого чей приказ меня не пускать вот чей приказ меня не пускать давайте почитаем эти правила но возьмите почитайте я же вам говорю вы вы не читая правила ссылайтесь что там что-то написано там не написано что не допускается человек без маски там написано что человек не допускается если не сделал не прошел телеметрию и не обработал рук антисептиками вас никто не проходит телеметрии согласно ваших правил которые висят с каких пор повышение голоса стало общественным порядком нарушения я общаюсь с вашими коллегами например какими словами ну так с какой цели ко мне обратились я себя абсолютно прилично веду я себя всегда контролирую понимаете всегда контролирую каждое мое слово взвешено и продумано заранее страны нет никакого королева на гости здравствуйте хотя он как бы сделал то тут замечание не с целью чтобы вы как бы делать другим за они после явно видосы ну выполнил надо тут процедуру мы прошел он без маски учат люди дышать хотят я думаю что вам некомфортно дышать вот этот парень понятно он там может быть выслуживается там карьеру хочет построить на этом только и сомневаюсь вам карьеру построит такие обычно самые первые потом из органов и вылетают и плачется потом квартиру не дали то не сделали кинули его это ждет сто процентов самое интересное вот этот беспредел происходит только вот в нурманске со многими регионами общаюсь там такого конечно нет да 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 что у вас прошли а не прошли в смысле пока команду не получат от судьи они меня не пустят ну а ходатайство с вашей стороны за позвучала чтобы меня пропустили чтобы судья была за это ответственности Глеб, причем здесь знает? Юридически, чтобы она несла уголовную ответственность, судья. Ходотайство, я вас умоляю, я вас умоляю, сделайте ходотайство, о том, чтобы меня пропустили. Ведется под аудиозапись, понимаете, не позорьте себя как адвоката. Вы хотите результат? Я хочу результат, я хочу, чтобы... Глеб, вы адвокат по назначению, сделайте, пожалуйста, то, что я вас прошу, неоднократно. Напишите ходотайство, которое я прошу, чтобы она вынесла определение, либо пропустить, либо не пропустить. Ну, Хуторцева вынесла такое определение, пускай и она вынесет. Я считаю, что они могут это определение даже рассматривать. Мне не интересует ваше мнение, сделайте то, что вас просят. Глеб, не говорите со мной в параллель, сделайте то, что вас просят. Ваше мнение мне не интересует. И параллели не будет. Пишите, номер председателя, и номер, который я делюсь, вы все приставы. Главное, все приставы в регионе. Вот, будет более-менее результативно, хотя бы это будет по адресу. Глеб, вы меня услышали? Ну, так вы меня слышите, я понял. Ладно, давайте. Почему я должен чего-то писать? Я, меня государство хочет осудить, либо оправдать, не знаю. Это, в этой машине я сейчас нахожусь, под названием правосудие, не знаю, там в кавычках, как угодно. Пожалуйста, обеспечьте все в рамках УПК, сделайте. Моя явка нахождения обязательно. Я заходатствую. Вот, мне большая просьба, чтобы было ходатайство, чтобы это было в материалах дела, для касации. Давайте формулируем, да будет это, давайте формулируем, еще раз, допуски вас к участникам, да, не без масла. Да, без принуждения меня к чему-либо в плане ношения на лице. Не надо мне принуждать, не надо мне угрожать изоляторам, не надо мне угрожать там 17.3, 19.3 и тому подобное. Да не надо мне угрожать это, понимаете, я это знаю, не надо мне это говорить. Давайте, все, я вас слышу, давайте. Спасибо, наконец-то. Услышал меня. Короче, смотри, моя задача, все, что будут меня увозить, я тебе все передам. Так. Вот. Ну, как по той же самости. Предположительно, они будут делать следующее. Значит, ну... Суд, я не явился, соответственно, они мне говорят о том, что я, ну, нарушил якобы условия, там, ну, препятствую правосудию, соответственно, меня посадят под арест. Что это изменит, я не знаю. Ну, может, пытки там устроят, может быть, я не знаю. Потому что я все равно буду без маски. Ничего не поменяет. Буду я под арестом, не буду под арестом. Иди, иди, иди. Алло. Да. Ань, смотри, на всякий случай трубку держи при себе, чтобы я мог тебе отзвониться. Возможно, меня закроют, под стражу посадят на непонятное время. Не, ну... Ну, не знаю. Они хотят меня заставить надеть намордник. Я его принципиально не одену. Я, знаешь, я тоже, как бы, тоже пошел на принцип тогда. Надо в Ютубе, чтобы ты разобралась и отписалась, как вот у меня все это сделано. Чтобы мне не заблокировали, не снесли канал. Это надо просто посидеть на компьютере и разобраться. Почитать в переписку, переписку почитать. Я тебе говорю то, что нужно тебе сделать. А это уверен, не уверен, тоже другая история. Нужно... Мне тебе просто большая просьба. Если снесут канал, это будет жопа, понимаешь? Там у меня на компьютере открыты все вкладки. Разберешься, там приходит страйк, скажем так, от заявителя. В ответ там все написано, что нужно сделать. И найдешь письмо, которое я писал, то же самое все скопируешь, все отправишь. И все, этого достаточно. Потому что еще не наступило то время, когда вот эти видео будут удалены. Это можно сделать после того, как видео будут удалены. Ну, давай, будем... Ну, надо разобраться, понимаешь? Аня, меня могут на месяц посадить, меня могут на полгода посадить. Я не знаю. Там очень много времени... В смысле, Аня, я тебя очень прошу. Это очень важно. Хорошо. Тогда ты сделай, пожалуйста, так, чтобы человек, который я попрошу, чтобы он зашел и это попытался сделать. Анису попрошу девушку, которая тебе заносила. Мне больше некому доверять. Поэтому, если я тебе не могу доверять, я, значит, буду посторонним людям доверять. Аня, я, короче, тебе сказал, трубочку держи при себе, смотри, чтобы я тебе буду звонить. Все, давай. Сейчас я вынужден дождаться окончания судебного заседания, чтобы у них не было повода обвинить, что я ушел, тому подобное. То есть, я дождусь, когда закончится судебное заседание... Да, без меня меня судят. Без меня меня судят. Там уже свидетели, все там уже. Понимаешь? Это жесть. Это просто жесть. Но они за это заплатят. Я говорю, что, ну, если я выживу, а я выживу. Ну, если меня не убьют просто, я постараюсь выжить. Я каждую гниду запомнил. Ну, если не я справлюсь, значит, мы идем и отомстят. Сейчас я юлянке скину видео, что-то здесь. Пусть правильно... Вконтакте я там написал. Короче, ну, да, значит, надо включать вот эту схему. Значит, сейчас звоните, звонить, долбить только так. Потому что, ну, я другого пути не вижу. Ну, потому что они идут по беспределу. Просто по беспределу идут. Им плевать на все, просто на все плевать. Они хотят меня сломать через колено. Они хотят на меня одеть на мордик. Понимаете? В моем лице, это, скажем так, сопротивление всей России. Понимаете? Если они меня ломают, они сейчас публично покажут, что с каждым будет то же самое. Я не имею права сдаться. Просто не имею права. Ни морального, ни такого. Здравствуйте. Подходите сюда, давайте здесь пообщаемся, чтобы я находился. Значит, смотрите, ситуация очень простая. У меня сегодня должно проходить судебное заседание. Я считаю, что группа ЛИС во главе с судьей фабрикует на меня уголовное дело. И хотят рассмотреть мое отсутствие. То есть они хотят меня сломать, переломать через колено, заставить надеть на мордик, под угрозой посадить меня в изолятор, привлечь ко мне к ответственности по 19.3, по 17.3, сломать. Понимаете? Во мне, в моем лице воля многих людей. Я этого делать не буду. Штрафуйте, наказывайте, все что угодно. Я маску не одену. Я имею право на судебную защиту и участвовать в уголовном деле. Как минимум, я понимаю, что будет обвинительный приговор. Но я хотя бы скажу свои доводы. Вот на моем примере, вот каждый, смотрите, с вами это будет. С вашими семьями, детями. Но только за то, что вы что-то не сделаете. Ну, например, не уколите себе ценистыками. Просто не уколите. Не захотите. Если хотите так вести себя, ради бога, делайте там, не знаю, заседание через видео, которые вы видите, конференцию, да вы как угодно делайте, если вы идете на такой принцип. Хотя я еще раз ссылаюсь, неоднократно ссылаюсь. Почитайте правила суда, почитайте. Там не написано, что если у человека нет маски, он не допускается. Там написано, если он отказался пройти телеметрию и обработать руки антисептиком. Ничего этого здесь не выполняется. Никто температуру не проверяет, никто руки не обрабатывает. Главное, намордник надеть. Ху сказать. Почитайте. Я говорю, просто почитайте. Висят эти правила. Вот информационный стенд. Более того, нету никакой нормы права, говорящей о том, чтобы не пускать меня. Просто нету. Не бесполезно сейчас что-то вот кому-то говорить. Бесполезно. Это в отсутствие нормативных актов они такое творят. А что же будет, если там Госдума какой-нибудь закон примет? Тогда они с ума посколут. Они в открытую пистолеты будут доставлять и стрелять людям в лоб за то, что они маски не одевают. Часто они хоть боятся, потому что все-таки понимают. Я думаю, что они читают, что нет таких нормативных документов. Их просто нету. Вот я нахожусь в суде. Что им мешает ткнуть мне пальцем, где написано, что человек без маски не пропускается? Где это написано? Вот сотрудник полиции пускает пристав, ткнет мне пальцем в правила суда, где это написано. А я вам сейчас ткну в 2.6 пункт, где это написано. Где написано, что если я отказываюсь проходить без телеметрии, только тогда не пускают меня. Вот, наконец-то, смотрите, вот. Таис, пускай, вот. Подходите сюда. Подходите сюда. Подходите, давайте, ознакомливайте. Покажите мне конкретный пункт, где написано, что без маски не допускаюсь. Напишите, покажите. Посетители отказывающие выполнять требования судебного пристава по обработке рук, изменению температуры, не пропускание задания суда. Должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Не использую. А рекомендуется, это только защитный пристав. Да, где сказано, где сказано, не пропускать меня. Ну и что, что я обязан. Мы отказываемся вас пропускать. На каком законном основании нормы УПК предусматривают обязательное мое участие. Ты мне сказал, кто ты мне, чтобы что-то говорили. Да потому что я себя не уважаю, понимаешь? Ты не можешь прочитать нормативный документ, который для меня не является нормативным документом. Это распоряжение судьи, который не орган власти, он никто. Давать распоряжение гражданам. Максимум в рамках судебного заседания распоряжение может давать судья, председатель в судебном заседании. Но никак не председатель ограничивает мои права, конституционные права. Вы пришли и показали мне, сами прочитали, что там нет нормы о том, чтобы говорить о том, что не допускается человек. Пожалуйста, померите температуру. Вы ни одному здесь не померили температуру. Ни одному. И никому даже не обработали руки. Тут даже антисептика нет. Зато на мордике вы стабильно одеваете. Точнее не одеваете. У вас тут проходят все с опущенными масками. Вот сотрудник полиции. Вы видели, да? Вот принес правила. Он зачитал. Нету там нормы, говорящей о том, что без маски я не допускаюсь. Там написано про телеметрию. Померьте температуру, я не болей. Наспорка нету. Нету внешних признаков. Хорошо, боитесь. Сделайте от меня социальную дистанцию. Хоть в конце коридора, я не знаю, судья будет кричать мне. Будем так общаться. Боитесь это? Давайте через телевизор проведем судебное заседание. Как угодно. В чем проблема? У нас что? Налоги мало платим? Или что? Конференцию не можем организовать? Давайте сделаем публично, в прямом эфире. Покажем, как надо посадить антимасочника за то, что якобы он украл. Ну, приставы, я же к вам обращаюсь. Ну, покажите норму, право. Вот один не нашел. Может быть, вы мне покажете. На каком основании вы совершаете преступление должностное? Не допускаете меня. Что вам дает право меня не пускать? Правила вам такого не дают. Да, да. Пускай я что-то нарушаю. Да, я какую-то обязанность не выполнил. Я даже согласен. Рисуйте на меня незаконный протокол. Нарисуйте по 20.6.1, который вы рисуете. Которая неприменима. Эта статья в принципе неприменима. Ну, нарисуйте, я согласен. Ну, пустите мне в судебное заседание. Там меня обвиняют в тяжком преступлении. До 7 лет лишения свободы. Без меня судят. У них доказательств даже того, что я совершил, нет. События нет доказательств. События нет, понимаете? В материалах дела, в пяти томах нет ни одной бумажки. Ни одного доказательства, что я что-то совершил. Ни одного. Вы прекрасно знаете, в чем меня обвиняют. Меня обвиняют в купленном. Две пачки просроченного творога. Купленном, еще раз говорю. И также по второму эпизоду. В купленном, моя супруга, продуктах. В том числе в другом магазине. Ни одного доказательства нет. Что я вообще что-то брал у них с прилавкой и тому подобное. Тем более, что оно не оплачено было. Фантазии надумали. Следователь пишет. Скрылся с места происшествия. Как же я скрылся? Я с сотрудником полиции под видеозапись делал сообщение. О правонарушении в отношении меня. Почему ко мне никто не пришел? Ни в этот день, ни на следующий день. Никто не пришел. Просто высасывает из пальца события, которого не было. Не было этого события. Просто не было событий. Люди, вы что? Видя в публичном доступе находится. Просто посмотрите, как было. Как я их уговаривал в магазине ОК. Примите оплату. Мне что на колени было нужно встать, что они деньги не берут. И полицию вызвали. И в магазине просил вызвать полицию. И сразу же вышел, выйдя из магазина, сразу же обратился в полицию. Все это зафиксировано. Скрылся я с места происшествия. Следователь пишет. Обвинительное заключение. Скрылся я с места происшествия. Мой куст на час раньше был подан, чем потом магазин ОК. Обратился в полицию. Я вскрылся, оказывается. А моя вот это сообщение в полиция, по мнению следователя Кондратьева, я в косповинной была. Она вообще не отдупляет вообще, что такое нормы уголовно-пункционального законодательства. Кто ее вообще взял? У нее вообще образование есть или нет? Как можно судить, вести расследование больше года? Вообще, как это возможно? Ребята, вы что делаете? И за все это время ничего нету, ни одного доказательства в деле. Да я уже не могу просто, понимаете? Не могу. Вы сидите и издеваетесь над людьми. Да и была бы моя воля, вы бы меня здесь вообще не видели. И я бы вас не видел, не ходил я бы в эти суды. И не хожу я в эти суды. Вы сами с собой развлекаетесь. Выносите постановления. Вынесите, отмените, вынесите, отмените. Туда-сюда гоняете. Протоколы в эти 20.6.1. Развлекаетесь. На налоги на наши. Не ходил я к вам и ходить не буду, потому что знаешь, что это бесполезно. Что здесь, что в областном суде. Одно дело административка, гражданские какие-то правоотношения. Другое дело, вы хотите меня посадить. Посадить, реальный срок мне хотите. Я знаю, что вы хотите сделать. На данный момент дело сейчас вообще не в уголовном деле. Ни в пачке, кто ворога, ни в чьем. В символе, понимаете. Вы хотите на моем примере унизить всю страну, понимаете. А я хочу на своем примере людям показать, что мы не скоты. У нас есть хоть какие-то права, понимаете. Хоть какие-то права есть. Человеческие, общечеловеческие. Право на жизнь. Дышать, понимаете. Я родился без маски. Я умру без маски. И мы как мученики попадем в рай. А кто хочет в рай попасть, вы знаете, с кем это можно сделать. Мне стыдно, что у меня схожее имя-отчество с этим товарищем. В рай он собрался. Да он сгниет в этом раю. Где он? Где он? Покажите. Почему нет ни одного его выступления по телевидению? Сказать, вы что там губернаторы? Офигели что ли? Санитарные врачи, вы офигели что ли? Где кулак? Где воля человека? Президента нашего. Где? Зоопарк устроили. Давайте, делайте что-то со мной. Делайте что-то со мной. Можете в стенки меня поставить сразу же. Публично, под видео. Возьмите, расстреляйте меня. Ну что-то делать надо. Вы понимаете, не одену я намордник. Принимайте решение какое-то. Оно должно быть решение. Надо его принимать. Не надо меня ломать через колено. Ну полтора года уже скоро будет. Вы меня пытаетесь сломать. Сколько можно это длиться? Неужели непонятно? Человек, который через полтора года не сломался. Да он в принципе уже не сломается. Не сломаюсь я, понимаете? Не сломаюсь. Я сказал, вы можете на меня силой только? Пожалуйста, давайте. Защитник сообщает. Заявил ходатайство о допуске без маски. Судья удалилось совещательную разрешать. Наконец-то разродился мой защитник по назначению. Я уже устал ему это просто уже говорить. Просто устал. Просто заявить ходатайство. Это как попытка, я не знаю. И он деньги получил. Он получит деньги за то, что он полтора года меня окучивал. Я не знаю, что он вообще делал. Да он мне не нужен. Я от него сколько раз отказывался. Ну спасибо ему, хоть ходатайство заявил. Хотя бы в деле хоть что-то было. Ну это не люди, это фашисты. Это мое личное мнение. Пустите женщину в туалет. Вам говорят, в туалет хочет женщина. Ну потому что вчера была тут... Да я понимаю, пустите женщину в туалет. Человеческие есть у вас что-нибудь? Какие чувства человеческие, а? Или вам правила суда запрещают туалет сходить? Сотрудник полиции, ну как кажется, содействие. Приставание вчера. В чем проблема сходить к человеку в женщину в туалет? Чтобы я в суде участвовала. Кто тут влаченок? Все. Да они дорвались до власти. Они смакуют, удовольствие получают. У них, видать, дома какие-то проблемы. Не знаю, в сексуальном плане. Вот они вот здесь решили показать свою власть. Ну пока здесь работают. Но пока работают, да. Выйдут отсюда, они никто будут в пустое место. Пустой поработают, как мы свой бизнес делаем. Потом их будут помариваться. Покажите содействие, гражданки. Ну просто здесь нет ничего такого. Просто это женщина, понимаете? Она рожала детей. Есть определенная физиология. Это мужчина может когда-то потерпеть. Ну и в конечном итоге может с обратной стороны здания справить свою нужду. Как вас зовут? Сотрудник полиции. Окажите, пожалуйста, содействие. Не за себя прошу, просто за человека, за женщину. Не хочет, что-то. Вообще. Сотрудник полиции. Сотрудник полиции. Сделайте, пожалуйста, то, что я прошу вас. Просто женщину пропустили. То есть вы тоже, да, не человек. Чисто человеческое вам чуждо, да? Вот странно, что вообще такие работники у нас служат. Даже не работают, а служить должны быть. Зато мы правительство ругаем, власти ругаем, всех ругаем. А сами мы какие? Да, они тоже сидят на кухнях и ругают. Вот после работы приходят. Да, они все смелые, да, здесь кто-то. На кухне сидят и ругают, власть. А здесь работают. А здесь превращаются в исполнителей этой власти. Причем с возвращением все это делают. 15 серебринков отрабатывают. Вот они что производят? Они ничего не производят. От них пользы ноль. Они охраняют власть имущих. Тех, которые нас доят. И им там коврышки кидают, чтобы они чисто так присмыкались и делали нужную работу. Даже в магазинах, я не знаю, ну где нет общественного туалета, даже там, если подойдешь к администратору, говоришь, что надо срочно сходить в туалет. Да никогда таких проблем не было. Что случилось? Что тут у вас? Золотые унитазы боитесь показать или что? Молодцы. И потом, что тут, что удивляться, как люди к ним относятся? Почему говорят, не сотрудник полиции, а там мент и тому подобное? Потому что они себя ведут так. Просто по-человечески нужно быть к людям. И к вам будут по-человечески. Не будут вам хамить. Уважительно будут рассказывать. Я вам больше скажу. Уголовное дело без меня рассматривают. Уголовное дело сфабрикованное. Потому что я не одеваю намордник. Понимаете? То, что на вас хранили, а я не буду одевать. Как и многие в нашей стране не одевают. И, конечно, за намордник меня и судят. Ну, под предлогом, конечно, других событий. Но причина все в наморднике. Ну, возможно, да. Да, это я. К сожалению, пытаюсь достучаться до людей. Чтобы они просто не боялись. Не надо их бояться. Вот я уверен, этот соорудник полиции больше нас боится, чем мы его. Приставы, они только здесь смелые. На самом деле они боятся. Они боятся остаться без... Будьте добры, проследовать с нами моего подруга машины для доставления вас в отдел. А по какому основанию? На основании заявления, что вы находились без средств индивидуальной защиты. Помещайтесь сюда. Что нельзя находиться при средств индивидуальной защиты. Проходите, будьте добры. Давайте, составляйте здесь на месте протокол. Участовый вас ждет. Пускай сюда прибыль. Потому что на вас еще есть старое дело. Ну, что, чтобы мне извещение не получалось? Владимир Владимирович, вы отказываетесь из проследования подруга машины. Так, законы основания на завете. Вы отказитесь, проследует патрульной машины. Да я не могу отказаться. Будьте добры. Будьте добры. Будьте добры. Просто вы понимаете, что так не делается. Что вы сейчас превышаете свои полномочия. У вас нет оснований для доставления. Понимаете? Есть, Александр, понимаете? Денис Александрович, вы сами участвуете в этой системе. Нет такого основания в скоте 27.2. Доставление производится в строго определенных случаях. Денис Александрович, просто произнесите под видеозапись, что произошло и так далее. Вы находились в здании суда на лейной 54. Без средств индивидуальной защиты. На вас было написано заявление. А кем было написано заявление? Судебными приставами. Старшим или кто у меня? Старше смерти. Ну, во-первых, я не находился в здании суда. Мне не допустили еще. Помещение. Я находился на входе. Не прошел допуск в здание суда. Согласно тем обязанностям. То есть я еще не допущен. Будьте добры в машинах, патронные постовые. Так вы мне еще раз поясните. Я задержан, доставляюсь. С какой целью? Доставляетесь. С какой целью? К инспектору по разговору для составления административного протокола. Для чего? Будьте добры. Протокол может быть на месте составить? Хорошо, я так спросил. У меня нет возможности составить на месте. Так это ваши проблемы, что нет возможности. Подвозите сюда. Войдет, Владимир, будьте добры. Нет, сейчас, ну, с удовольствием с защитником пообщаемся. Короче, объявляют в розыск. Меня в розыск. Сейчас заявили ходатайство о выявлении в розыск. И о том, что вас подстражают. Оглашение в 2 часа будет. Ну, я, понятно, противился, да. С родственником вообще бред какой-то, где вы известны. Объявление в розыске на СА, что вы, как бы, с ним с вами были под взором. Что у вас семья вынесли в свою семью. Вот. Сейчас, пожалуйста, не увлекательный способ. Очень важно. Скорее всего. Ну, скорее всего, есть вероятность, неплохая, что 2 часа браслеты накинут. То есть все уже, да. 2 часа, 2 часа. Но я не знаю, как вас, если они сейчас задерживают вас, то как мне вас доставят. Если они вас прямо уж время задерживают, скажите, чтобы в 2 часа вас подъявляют. Который суд оглашение будет судить до Азерска. Пусть, если что, отзвонятся, уточнят. Это ваше право священно участвовать, да. А то, что там составление протокола, не подождено. Вот. Потому что там решается вопрос о свободе, грубо говоря, да. Когда-то заявлено было мною, она вынес совещательную. А когда вынесло определение? Постановление вынесло, обжаловаться, постановление вместе с переговором. Оказать? Конечно, оказать. Вот. Обжаловаться вместе с переговором. Такое постановление. С переговором? Ну, да. То есть они готовы рассматривать без меня? Нет, они без вас не могут рассматривать. Они сейчас вас хотят застраживать. Ну, кто они? Я про обвинение. Хорошо. Ну, побуду я без страны. Я все равно же буду приезжать без маски. Ну, это уже вопрос 10. Я не знаю, как это все будет дальше. Нет, я могу предположить, что они будут... Я в гаражах событий не могу предположить. Смотри, я могу предположить, что они будут меня пытать. Я это могу предположить. Нет, я в прямом смысле говорю. Холодом. Ну, понятно, вот этими мерами. Не физически бить там будут, а определенными вещами. Я понял. Ну, в общем, ладно. Я вам в позицию доложил. Рассказал. Вот, дальше. Ладно, понятно. Ладно, давайте. Хорошо. Давайте я попросить вас везли в октябрь. Хорошо, посмотрим. В два часа будут выносить определение по поводу того, чтобы меня объявить в розыск. Ну, искусственно создают ситуацию. Якобы я что-то нарушаю, связанное с рассмотрением уголовного дела. Вот. И посадить меня под стражу. Не знаю, что это им даст. Единственное, это я расценю, как психологическое на меня давление. Может быть, в дальнейшем и физическое принуждение почему-то. Поэтому, ну, к сожалению, будем принимать то, что есть. Законных оснований, естественно, этого ничего нету. Это сейчас творится просто без пределов. Просто без пределов. Ну, кажется, тут выбора особого нету, как бы, я уже иду по этой, скажем так, в стороне, так я буду идти дальше. Так вы меня с какой целью доставили? Где участковый? Черт. А? Не понял. Сказали уже. Ну, да сколько ждать? Я в прошлый раз черт-чат ждал. Чего ждать? Я задержан или нет? Вы меня доставили. Не доставили. Передавайте меня дежурному, он пускай мне объясняет. Я доставлен в отдел полиции. На каком основании я доставлен? Пойдем, Владимир, прошу вас доставили от того, чтобы вы дали объяснение. Правильно я понимаю? Я не знаю. Вам сотрудники разу не сообщили? Нет, не сообщили. Сообщаю. У вас необходимо взять объяснение по факту конфликта, которого право нашел судеб. Меня для этого доставили? Вы понимаете, что в два часа будет оглашено определение, согласно которому, возможно, меня лишат свободы? Вы понимаете, что вот эти вот объяснения, это абсолютно для меня не приоритет? Мы не смогли попасть на заседание. Да, меня не пустили в судебное заседание. Вас судебный пристав не пустили. Да, я сейчас, я вам объясняю. У меня сейчас рассматривается уголовное дело. В даю отсутствие были рассмотрены определенные моменты. Защитник присутствовал, он не сказал. Значит, он в два часа присутствовать не сможет, но были заявлены ходатайства, в том числе подать меня в розыск. В розыск, понимаете? Цель этого всего, если судья удовлетворит, а я почему-то думаю, верю, что она удовлетворит от этого ходатайства, и в отношении меня может быть изменена мера пресечения, а именно меня посадят под стражу, понимаете? То есть по фиктивным каким-то умозаключениям, соображениям, понимаете? Для меня вот эти объяснения, которые я имею право не давать, либо давать не сейчас, а потом, не столь важно. Я сейчас вообще не хочу об этом думать. Моя задача сейчас быстренько подготовиться к двум часам, понимаете? Все. Но на свидание вы сможете попасть? А? На свидание вы сможете попасть? Я обязан туда прийти, я обязан, согласно нормам УПК, там присутствовать. Вопрос уже пустит, меня не пустит, это отдельная история. Вот, если они не пустят, это уже как бы будет доказательство для высшестоящей инстанции, что суды просто игнорируют нормы уголовно-профессуального законодательства и рассматривают дело в отсутствии подсудимого, понимаете? Да, смотри, смотрите. А нам от вас сейчас требуется рукоописнение. Вы его будете давать или вы спрашиваете? Сейчас я не буду давать, на данный момент. Все что ли? Да. Все, спасибо. То есть у меня есть до двух часов как бы... Сейчас, у меня сказали, все, участковый сказал, не отпускают. Вы мне зачем препятствовали? Давайте я выйду. Стоим. В смысле, стой на месте. Стоим на месте, говорю. Ты сказал, стой на месте. А почему мне ваш коллега не выпускает? Ты там решил, откуда? Заня. Сегодня должно было состояться судебное заседание, но меня второй раз уже не пускают под предлогом того, что я не одеваю намордник. То, что я считаю, это мое право. Любыми путями хотят меня сломать, в том числе и морально, для того, чтобы как бы показать, возможно, не только мне и другим людям, что так будет с каждым, кто не подчиняется нашим властям, ну и тому подобное. Соответственно, идет провокация, которая заключается в том, что было подано ходатайство какой-то стороной, то подробности я не знаю, о том, чтобы меня объявить в розыск. Ну и, соответственно, поскольку я известен, где я нахожусь, закрыть меня в изолятор. То есть взять под стражу, ну и там, возможно, я буду уже более сговорчивый, они предполагают. Каким-то путем они хотят на меня повоздействовать, может быть, через изолятор. Сразу говорю, что я буду идти до последнего. На мордике я ни при каких обстоятельствах не одену, даже если они будут меня держать очень долго. Потому что так или иначе в судебное заседание я попаду, надеюсь, как я попадал неоднократно, в том числе без... Ну, не в том числе, а всегда без намордников. Вот. Ну, видать, у них какая-то такая политика, все-таки прижать меня, сломать. Насколько я понимаю, идут указания непосредственно свыше, поэтому законы сейчас не работают. Работает телефонное право. Мне будет очень, скажем так, приятно знать, что меня люди поддерживают и придут, скажем так, в 14 часов город Мурманск, Ленина, 54, на то, чтобы своими глазами убедиться, как мне оденут, 90% мне оденут наручники и отправят, скажем так, места не столь отдаленные. Ну, если чудо произойдет и не оденут, ну, тогда очередной раз будет перенос рассмотрения моего уголовного дела, которое явно не имеет никакой составляющей, связанной с грабежом, в которую меня обвиняют. Там совсем все другое. К сожалению, мой канал под большой угрозой. Мой компаньон, который... с которым мы вместе снимали видеоролики, подложил мне маленькую свинку. Самый неподходящий момент. Постараюсь держать вас в курсе через страницу ВКонтакте. Приходите ко мне, поддержите. Ленина, 54, город Мурманск. Октябрьские районы в суд у входа. 14 часов. Спасибо.